пока еду в нижний новгород из города тюжинска хотел поделиться такой вот историей на прошлой неделе звонит не учитель моего ребенка мы знаем что занимаетесь окнами у меня соседка бабушка пенсионерка никто там пришел ей окна какие-то хотел починить но пришли ушли поспомнили что-то мне посчитали можете приехать посмотреть ну чтоб ее типа не обманули небо они обмешурили и не обмегуриями объегурили якута лан тут проблемка что-то недалеко живу заезжаю в общем как у нее квартира организована значит трешка в гостиной выходит на улицу с одной створкой и спальня с кухней выходит на лоджию стекленную тоже пластик 6-метровая лоджия стекленная пластика ну давай пойдем сначала гостиную трешка 1 створка ну соответственно старый уплотнитель или там какой-то рехаус высушить там фурнитура ну фурнитура работает не смазаны естественно никто там бабушки тем более не будут смазывать никакими там смазками на основе поли мочевины поли мочевинного мыла вот старого стола уже сил не хватает закрытия но вы не можете сушеный уплотнитель поражать тут он тут еще накрутил на сильный прижим ягод давайте здесь вот как бы я чтобы вам советовал заменить сушеный уплотнитель поставим шлейгель все смажем отрегулируем все проблем не будет ладно пойдем к таку теперь находим на кухню соответственно окошечко выходит на лоджию на стекленную ягу что вам тут не нравится вроде не нравится сказали надо все менять короче фурнитуру менять уплотнитель менять я говорю смотрите у вас ведь там прямого контакта с улицы нету правильно правильно яга вы можете закрыть окно когда могу а мне никто не крутил ягод ну все значит это оставляем ягод вам вам все смажу просто я регулирую ладно идем в спальню в спальне балконный блок ну соответственно глухарь и дверь вкусненькая дверка здесь что тоже сказали надо все менять я буду смотрите опять же та же самая ситуация прямого контакта с улицы нету заменим мы вам этот уплотнитель ну как бы вы ничего не почувствуете то же самое регулировка смазка все помягче будет работать просто такой минимальне того абсолютно нет а пойдем теперь на лоджию на лоджию то чего 4 створки открываются здесь надо все менять уплотнитель менять ягода то чего вам менять уплотнитель они сказали что бы чтобы было тепло ябусмотрите тепло уплотнитель тепло не дает и фурнитуры не дает и окно даже не дает тепло это все дело его сохраняет такая да ничего себе ягу смотрите вот если у вас источника тепла на лоджии нету а вы, я говорю не открываете же ни окно, ни дверь зимой, чтобы обогревать лоджию а, говорит, нет мы туда давно храним банки, склянки, коробки, лыжи ну, как обычно у всех я говорю, ну, давайте посчитаем возьмем мы, допустим, с вас по 3-4 тысячи за створку, за замену плодины вы отдадите нам 16 тысяч рублей что должно произойти после этого ну, будет теплее, наверное я говорю, да не будет теплее у вас будет так же, все, все будет так же у вас тут будет холодно ну, минусы не будет, корректно, не, ну, в морозы и минус будет, естественно я уже так вот туда ехал как быть тогда, почему они мне говорили я говорю, ну, некоторые хотят по-максимальному заработать а мы все-таки, ну, мой личный подход это, ну, если есть смысл это делать мы это делаем если смысла нету, мы скажем это не стоит этих денег мы, как бы, ну, есть такие люди, которые нет мы хотим, допустим и все вот ну, ты им объясняешь, что поверните налево здесь будет смысл, а здесь не будет смысла я говорю, вот здесь вот на лоджии менять двигайтесь прямо 12 километров я говорю, здесь менять уплотнитель вообще что-то я говорю, ручку можно там, ну, опять же смазать, отрегулировать просто, чтобы у вас это все работало не с скрипом, не с усилием она такая и что, по итогу ничего не надо делать я говорю, ну, как же, вот на трешке мы заменим уплотнитель а тут просто все смажем и отрегулируем я говорю, у вас такая, ну, как бы, квартира такая получается, что экономная вот же ну, дом кирпичный почти что, как у меня, такая же свечка вот я говорю, ну, тут сколько я говорю, сколько, говорит денег за все я говорю, ну, давайте, как по знакомству тем более, вы тут пенсионеры я думаю, денег-то у вас там не так ну, короче 4000 я за все озвучил ну, это, короче, супер дешево получается вот но он сказал, что меня надо будет подождать и смогу я там в какое-то вечернее время после работы просто приехать ну, благотворительность заняться вот этой вот я думаю, за час я там все сделаю вопрос а как вы работаете с людьми пенсионного возраста которые верят ты скажешь, давай 50 тысяч она тебе выложит 50 скажешь ну, 100 тысяч, конечно, она уже почешется там ее всякие родственники есть вот но есть вот люди такие, которые скажут 50 тысяч давай, бабушка даст вот те предыдущие товарищи там насчитали и приблизительно на эту сумму менять все на все причем там Зигения там, я не помню, стоит а что-то там они посчитали и Варне заменить ну, это вообще бред полный вот такая история что вы думаете вообще по этому поводу? или все-таки полтинник надо было озвучивать? все, я, кстати, выехал на московскую трассу М7 пока с вами тут болтал эх, ничего себе, у меня сужение полосы да м7 москва-казань пам-пам-пам-пам-пам вторая смена у нас сейчас начинается едем, грузимся в фурнитуру скрытой едем на объект полоса разгона не дает нам разогнаться вiąт VER ФУП ПО СТОМ ПО СТОМ 甚 Peter ghost вода слава it а не плак honors прак